Сегодня в хуторе Киева-Жураки Адыгехабльского района республики после капитального ремонта открылось образовательное учреждение. В прошлом году в едином комплексе «Школа плюс детский сад» подрядчиками было обновлено очень многое. О том, в каких условиях теперь учатся сельские дети, расскажет корреспондент Артур Мхце. В центре инициатив школы «Хутора Киева-Жураки» идет внеклассное занятие. В уютном кабинете ребята делятся с педагогом впечатлениями от прочитанного. До недавнего времени о подобном можно было лишь мечтать. Условия не позволяли. Построенный в 2015 году единый комплекс «Школа плюс детский сад», как оказалось, нуждался в преображении и дополнении. Требовалась большая работа по фасаду. Там много было трещин, крыша, в общем, много чего поменялось. У нас обновили стены, они покрасили. Нам выделили большие деньги на украшения зала. Выделили нам вот такие вот диванчики, шкафчики. Ничего из этого у нас не было, чему мы очень рады с детишками, потому что есть такая обстановка, где можно спокойно подумать, решить, что-то интересное придумать. Да, ребята? Да. В этой школе необходимо было проделать ряд работ, которые требовались для хорошего, качественного образовательного процесса, благодаря чему, собственно, школа и попала в программу. Но в том виде, в котором она попала в программу, немножко не устроила партию. Мы приезжали сюда вместе с нашим сенатором Крымом Олеевичем Казаноковым, с представителями органов исполнительной власти, с нашими министерствами. И пришли к общему мнению, что в этой школе все-таки требуются дополнительные вложения из республиканского бюджета, с чем мы обратились к председателю правительства. Очень благодарны, что нас услышали. По словам директора Риты Коновой, в школе был оборудован центр инициатив. Обновлены и дополнены техникой, интерактивными досками многие кабинеты. Открылась точка роста, где любознательные ученики могут осваивать различные дисциплины. Здесь, разумеется, постарались привести в порядок фасад, сделали куда более приятным для глаз двор. То есть оформили все так, чтобы ребята чувствовали себя тут как дома, в семье. На что обратили внимание и приглашенные гости. В 2024 год Владимир Владимирович объявил годом семьи. И сказал такую меткую фразу, что наша вся страна – это семья семей. Вот находясь в этой школе, я чувствую, что здесь семья. Настоящая школьная семья, в которой каждому тепло, уютно, безопасно, где каждый чувствует себя именно дома. Во время увлекательной экскурсии по единому комплексу нашлось много чего, на что обращали внимание гости из регионального парламента и Республиканского министерства образования. Ну а далее в торжественной обстановке было отправлено в плавание обновленный корабль знаний сельской школы. Артур Мухцель, Олег Малхожев, Вести, Карачао, Черкесия, Адыгихабльский район.